Приветствую любителей предметно-материальной истории. Довольно часто на антикварных предметах встречаются вензеля бывших владельцев, различные дарственные надписи и подписи. Разберемся, как эти следы на вещах, а также личности предыдущих собственников влияют на ценность и стоимость антиквариата. Стоимость антиквариата складывается из нескольких основных элементов. И первый элемент – состояние. Сколы, трещины, царапины, утраченные элементы, рисунок, стертый при мойке песком или пимолюксом, следы столовых приборов, оставленные неуклюжими пользователями, все эти факторы значительно влияют на ценность и стоимость. Предметы в идеальном состоянии могут стоить в разы дороже. Имена прежних владельцев имеют значение только как прилежных пользователей и на ценности и стоимости отражается только бережность и аккуратность обращения. Второй элемент – производитель. Стоимость известных брендов очевидно выше стоимости малоизвестных производителей. Известные торговые марки пользуются популярностью как у коллекционеров, так и у мошенников, продающих подделки. На ценность и стоимость влияют тираж, подпись художника, клеймо производителя и другие факторы, относящиеся к изготовлению предмета. Отмечу, что имя и фамилия покупателя, который приобретал эти предметы, не имеют никакого значения. Третий из основных элементов, составляющих стоимость антиквариата – художественная ценность. Даже человек, далекий от антиквариата, может увидеть работу художника, скульптора, либо ювелира. И чем больше рисунок и сложнее работа, тем выше ценность и стоимость предметов. И снова отмечу, что фамилия, чины, звания и должности бывших владельцев не отражаются на ценности и стоимости антиквариата. Теперь примеры. Замечательный серебряный сливочник 1875 года, изготовленный в мастерской серебряных дел мастера Сергея Михайловича Иконникова. Его работы «Чашка с блюдцем», «Сливочник», «Солонка» хранятся в Государственном историческом музее. Неизвестный даритель оставил на этом сливочнике памятную надпись «Наденька, вспомни». Грамматическая ошибка в имени «Наденька», «Изысканность фразы» и «Грубая резьба» при увеличении видны следы соскальзывающего инструмента в руках непрофессионального резчика. Эти детали подсказывают, что надпись выполнена после 1917 года, что косвенно подтверждается наличием советской пробы 875. Она оставилась с 1927 по 1957 год. Даритель и «Наденька» уже давно в ином мире, а предмет продолжает свой путь. Надпись выполнена глубоко и толщина стенки не позволяет удалить ее. Продать предмет с этой надписью по цене выше стоимости лома серебра очень сложно. Стоимость подобного сливочника без надписи в продаже от 20 до 30 тысяч рублей, а с надписью немного дороже стоимости лома серебра 12-15 тысяч рублей. Фарфоровая ваза, так называемый агитационный фарфор, считается одним из самых уникальных явлений в искусстве. Вазу дарили, судя по надписям, несколько раз. Сначала защитникам Отечества, потом в 1973 году молодым воинам в день принятия присяги, затем начальнику этой военной части в 1977 году. В сети мне удалось найти только две похожих, выставленных в продажу по абсолютно диким ценам. И в данном случае надписи значительно снижают стоимость вазы. Поэтому, на мой взгляд, целесообразно следы истории на этой вазе обнулить. Процесс обнуления покажу в отдельном ролике. Вензеля и подписи на столовых приборах обычно изображали для того, чтобы защитить предметы от воровства. По изяществу рисунка, качеству исполнения подписей несложно определить период нанесения. У антикварных столовых приборов с чужим вензелем довольно узкий круг потенциальных покупателей. Это коллекционеры вензелей и те, кому подходят инициалы этих вензелей. Поэтому антиквары, все следы предыдущих собственников на столовых приборах, конечно, если есть такая возможность, удаляют. Жертвуя при этом весом изделия, но увеличивая стоимость и количество потребителей. На антикварное оружие очень любят добавлять различные надписи. Вот абсолютно ординарный палаш кавалериста середины 19 века. Он имеет на обухе надпись. На первый взгляд аутентичная. Но если присмотреться, можно увидеть кривые буквы, выполненные электрогравером, появившимся только в середине 20 века. Вероятнее всего, европейский коллекционер пометил предмет из своей коллекции. Наличие подобной надписи значительно снижает цену палаша, но только для специалистов. Удалять эту надпись довольно затратно и нецелесообразно, а стоимость палаша после удаления надписи совершенно не изменится. По моему мнению, продавцы, придающие значение контакту с предметом важных исторических персон, искусственно пытаются увеличить стоимость предметов. Исключением могут быть только музейные экспонаты, где аутентичность важнее состояния. Для объективности я попросил высказать мнение о ценности предметов с дарственными надписями своего коллегу Дмитрия, владельца магазина «Антикварные подарки». Друзья, всем привет! Откликнулся на предложение Алексея. И сегодня поговорим про надписи, которые нанесены на антикварные предметы уже после того, как они вышли, ну так скажем, из-под станка или от мастера. По моему скромному мнению, такие все предметы можно разделить на три категории. Которые надписи эти портят предмет, то есть негативно влияют, ну не то что на его вид, но, наверное, все-таки нам больше интересна цена, оценка предмета. Предметы, которые нейтральны по отношению к цене этого предмета и предметы, которые, так скажем, улучшают предмет и добавляют ему стоимости. Ну, начнем, наверное, с негативных моментов. Вот у меня в руках классическая советская рюмка на ножке, серебряная. Ну, такая рюмка, в зависимости от веса, стоила бы, наверное, там, две с половиной, три-четыре тысячи рублей. К сожалению, эта рюмка содержит надпись «Гали» от Маргуши, 1951 год. Вот, ну, сами посудите, наверное, с такой надписью вряд ли вы захотите стать обладателем этой рюмки, поэтому она стоит несколько меньше. Вот, поэтому эта рюмка до сих пор уже давно стоит в экспозиции, и, ну, разве что по очень недорогой цене, близкой к лому или по лому, и на нее, наверное, какой-нибудь коллекционер или просто желающий покуситься. Вот пример негативного влияния надписи на предмете. Значит, вот, например, хорошая советская креманочка, но, к сожалению, имеет надпись «Друзьям Черноусовым в день серебряной свадьбы». Вот, поэтому тоже другие вещи, которые были вместе с ней уже проданы, а в связи с тем, что есть эта надпись, предмет залежался, и тоже, наверное, его цена может быть только по лому. Вот, замечательная тоже кофейная пара серебряная, но имеет монограмму и дату 1925-1950 год. На 25-летие была, видимо, кому-то когда-то подарена, но сейчас только не сильно востребовательный человек, наверное, себе захочет, потому что, ну, вещь неэксклюзивная, можно найти такую и без дарственной надписи, без годов и монограммы, поэтому также вещь задержалась. Часто надписи подарочные бывают на портсигарах. Вот у меня есть великолепный экземпляр, советский портсигар, судя по гербу, до 1936 года произведен с синим кабошоном, с остатками золочения, с интересным штихельным рисунком агитационным. Вот, ну, имеет надпись Данилу Уварову, то есть, видимо, какой-то коллектив или кто-то в своё время дарил. Вот, я думаю, что такой предмет без этой надписи стоил бы, ну, незначительно, наверное, несколько дороже, чем данный экземпляр. Значит, немножко отойдём от серебра. Вот есть приятный такой гипсовый охотник советский, ну, имеющий вот такую надпись. Сейчас я прочитаю для вас. На память дедушки Гриши от Оксаны. 27-е, 7-е, 76-го года. С орфографическими ошибками, ну, видимо, внучка дедушке в 76-м году подарила. Ну, я думаю, что тоже владеть предметом таким, кто... Ну, есть люди, которые собирают гипсовые фигурки советские, их не так много осталось. Друзья, теперь хочу несколько показать предметов, которые, по моему мнению, делают предметы, на которых надписи эти нанесены поинтереснее. Вот, например, как-то мы с Алексеемкой уже снимали это блюдо, но теперь вот в рамках нашей темы блюдо с Лениным нашего завода «Чайка» Краснодарского имеют дарственную надпись «В день школы номер 51 от шефов». 66-й год, фарфоровый завод. Ну, надпись свидетельствует о том, что под шефной школе с заводом «Чайка» было подарено это блюдо. Вот оно само по себе эксклюзивное. Они выпускались в красном цвете. Здесь, видите, оранжевый цвет. То есть, ну, второго такого я нигде не видел, не нашел. Думаю, что для собирателей «Чайковского фарфора» или, да, для любителей антиквариата, связанного с нашим городом, с такой надписью оно будет несколько интереснее, чем просто пустое блюдо. Вот пример надписи на предмете, который, я думаю, что увеличивает стоимость данного предмета. Вот еще пример предмета, имеющего на себе надпись, которая, по моему мнению, увеличивает его стоимость. Вот простая фотография, да, девушки. Ну, наверное, это кабинетный портрет. Наверное, от 500 до 1000 рублей стоит. Оно имеет надпись, не буду читать, вкратце скажу. Сын отправляет фото своей невесты родителям с приглашением из датой свадьбы. И подписано «Станица Гривенская». То есть, имеет отношение предмет к... Ну, дата может быть установлена. Имеет отношение к Кубанской области, к нашему... Кубаник наш. Я думаю, что собирателям, историкам, коллекционерам такой предмет с такой надписью будет несколько интереснее, чем простая фотография девушки. Отдельный вид коллекционирования – это книги. Но есть среди коллекционеров книг и те, что собирают книги с автографами авторов. Вот у меня в салоне есть несколько таких интересных книг. Одна из них – это «Сборник простых лечебных средств 1857 года». Книжка и так достаточно интересная и по году, и по содержанию. Но содержит вот такую вот дарственную надпись, написанную рукой автора этой книги. Автора книжка, да, и вручена. Ну, я думаю, что такая вещь без книжки на аукционе... Вернее, такая книжка с надписью с этой на аукционе и без нее набрали бы совершенно разные суммы. Поэтому это очень интересная история. Вот еще одна книжка. Москва, 1914 год. Этика Фихте. Также имеет надпись в редакцию газеты «Речь» для отзыва от автора. Я думаю, что для коллекционеров подобных от авторских надписей тоже интересный экземпляр. Ну и я думаю, что такой экземпляр мог бы заинтересовать не только прям ярких коллекционеров, но и любую коллекцию бы украсил. Это книжка Леонид Ильич Брежнев с дарственной надписью самого Брежнева. Дорогой Юра, на добрую память. Леонид Брежнев, 1976 год. Пожалуйста. Думаю, что такая книжка без надписи стоит не так много. А в таком состоянии... Ну, а именно с такой надписью, с подписью Брежнева, я лично ее ценю в 60 тысяч рублей. Друзья, ну вот, смотрите. До этого мы обсуждали серебряные предметы, которые испорчены надписями. А вот у меня есть три предмета, надписи на которых многократно увеличивают их стоимость. Вот. Стопка, 84-й пробы, Царская Россия. Имеет надпись старшему уряднику Симоненко за подготовку личных... А, или за подготовку лихих наездников. Лагерь 1914 года. Ну, то есть, казачья тема для коллекционеров. И серебра, и истории казачества. Очень интересный экземпляр. Также такая чарочка в русском стиле. Тоже 84-я проба. 19-я... А, нет, 5-е июля, 15-й год. Тоже имеет надпись «Приз казаку! Город Новороссийск». То есть, ну, часто проводились там конкурсы, да, по рубке, по выездке и так далее. Вот. Такой небольшой предмет. Имеет надпись, которая, я думаю, что в несколько раз увеличивает стоимость этого предмета. И вот так же, видимо, был небольшим призом. Такая стопка в виде кубка. За джигитовку. Имеет надпись тоже. Относится, я думаю, что к истории казачества и интересно для коллекционеров. Есть у меня несколько предметов, надписи на которых, можно сказать, что, ну, нейтрально. Неположительно, неотрицательно, но сильно не влияют на предмет. Вот есть интересная вещица, такая кружка серебряная. Пробы еще в лотах. Вот. Но имеет монограмму и дату 31 октября 1868 года. Видите, удобно. Можно по этой надписи установить, что предмет середины 19 века. Ну, я не думаю, что сильно надпись портит, поскольку не имеет там никаких-то имен, поздравлений. То есть, ну, я думаю, что с такой надписью и без нее предмет стоил бы примерно одинаково. То же самое до этого я показывал. Портсигар. Вот этот портсигар имеет тоже дату и монограмму. Ну, в отличие от надписи кому-то от кого-то. Я думаю, что это нейтральная достаточно история и тоже не сильно влияет. Может быть, немножко бы, конечно, кому-то хотелось без этих дат. И будут цифры, вернее, монограммы владеть таким предметом. Ну, я думаю, что не сильно портит. Так что достаточно нейтральная надпись. Ну, вот смотрите, какой интересный модерновый подносик и имеет в центре монограмму. Ну, не думаю, что она его сильно портит. Наоборот, кто-то из моих покупателей увидел, говорит, тут что? А тут буква ЕЦ. Говорит, это царица Екатерина? Я говорю, ну, примерно так. Отдельная тема монограммы на серебре. Ну, тут к ним по-разному можно относиться. Кто-то, видя даже интересный предмет, имеющий монограмму, отказывается от покупки. А есть у меня покупатели, которые, наоборот, собирают предметы с интересными, красивыми монограммами. Вот есть несколько предметов у меня. Например, ложка и вилка Немирова-Колодкина. Ну, имеющий, кстати, разные монограммы. Может быть, в одной семье разным людям принадлежал. Может быть, вообще из разных мест там семей. Но, вот так я покажу. Достаточно красивые. Большинство из монограмм достаточно, ну, такого хорошего художественного уровня. То есть, если сильно не заморачиваться, то, можно сказать, что не портят предмет. Вот. Есть, конечно, что-то более такое. Вот, например, десертная вилка. Но здесь прям так грубо МК, как московский комсомолец. Ну, наверное, да. Такую вилку предпочтительнее было бы иметь без такой монограммы. Да. Вот примеры. Например, смотрите, две одинаковые ложечки. Это братья Хемпель. Варшава, Царская Россия. Одна имеет монограмму, вторая нет. В этом случае, конечно, монограмма нанесена так как-то поверхностно и не очень художественно. Конечно, в этом случае вещь без монограммы предпочтительней, нежели с ней. Да, вот. Замечательная ложечка есть. Монограмма нанесена в специальном месте для монограммы. И тоже не портит, как монограмма дополняет рисунок на этой ложечке и вполне себе симпатично смотрится. Вот тоже самое. Серебряная кофейная ложка. Монограмма, как рисунок, не отторгает во всяком случае. Вот тоже названных уже ювелиров братьев Хемпель. Есть две вилки. На одной монограмма, а на другой вроде бы как ничего нет. Но на самом деле есть остатки видны чуть-чуть. То есть кто-то пытался удалить ранее нанесенную монограмму. Потому что, да, владеть предметом с чужими инициалами не каждый хочет. А вилки достаточно симпатичные. И поэтому кто-то пытался убрать следы предыдущего владельца, чтобы самому владеть уже предметом, не обезображенным чужими инициалами. Вот еще один предмет, про который можно сказать. Такие скелетоны прозрачные, часики. Имеют подарочную надпись Джону Пулу и так далее. Штат Феникс. Ну, здесь надпись нанесена на задней части. Даже если будет стоять это на полке или на камине, то ее не видно. Я думаю, что достаточно нейтральная она. Но зато указан год, дата сентябрь 1905 года. Что помогает нам понять, что они начало 20 века, или может быть там конца 19-го, до 1905 года производства. Полезная информация в дарственной надписи. Как раз вот эти часы хорошо иллюстрируют мои слова о том, для того, чтобы предмет продать подороже, можно на него нанести какую-нибудь надпись. Друзья, вот еще смотрите, у меня есть такой предмет интересный. Это варшавская периода Российской империи ведро для шампанского. Вот, ну, это целая серия есть предметов, на которых есть надписи, обозначающие рестораны, кафе, гостиницы. Вот, здесь у меня интрига остается. Написано «Кафе М». Что это там за кафе было? Но подобные предметы, например, там, с надписью ресторан, известного ресторана, или там, гостиницы «Националь», ну, такие надписи, я думаю, что... Ну, «Кафе М», только «Метропой». «Метропой», ну, вот, отлично, Алексей, пусть будет так. Или «Мираж». Антикварный маркетинг с приклеенными историческими знаменитостями и в связи с этим в разы завышенной стоимостью рассчитан на любителей иметь у себя вещи известных личностей. Этим с успехом пользуются и мошенники, а также недобросовестные антиквары. На дефективный, с утратами, абсолютно неликвидный антиквариат наносят надпись с упоминанием известной исторической личности и втютюхивают, как оригинал, неискушенным любителям истории. Подсознательно некоторые из нас верят в то, что свойства человека передаются через его вещи, и чем важнее личность, тем больше энергетики передается через предметы. Это многих не отпускает генетическое дикарство носить на шее клык волка, а в гриве перо орла, дабы обладать силой этих хищников. По той же причине некоторые граждане стремятся поселиться в богатых и престижных районах или поблизости от мест проживания богатых и известных людей. Им кажется, что если они будут жить рядом с успешными соседями, то и их коснется птица удачи. Эти помыслы ярко иллюстрирует русская пословица «Горда свинья, а барское крыльцо чесалось». Ролики я снимаю по месту основной работы в отеле «Бристоль-Краснодар», где у входа вас встретят два веселых далматина. А в холлах и номерах отеля гостей окружают подлинные предметы антиквариата и современного искусства, которые при желании и возможности можно увезти с собой. Скидку 20% на бронирование можно получить по промокоду «Антикварный ареал». Подписывайтесь на канал, впереди вас ждет много полезных советов и интересных сюжетов из жизни антикварного ареала и его обитателей. «Тебе побольше положительных». «Чтобы твою бу-бу-бу разбавить?» «Да». «Мне заходят и с тобой общаются, как будто вы знакомы. Ну так, как-то знаешь, что...» «Конечно, это помогает». «А потом, а я как-то так...» «А потом я понимаю, ой, а мы вас на ютюбе видели». «Ну можешь не ходить в кадре реально, а в самом деле. Ну попросил, ну побудь не в кадре. Входит, щелкает, блин, и туда, и туда, и в ту.